ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все-таки, да, что подразумевает собой сложная жизненная ситуация? И вот по каким критериям мы можем ее оценить? В начале нашей беседы я, во-первых, сразу хочу сказать, что трудная жизненная ситуация, она у всех бывает разная. Каждый случай очень индивидуален. Поэтому я сейчас, конечно, в общих чертах все это расскажу. Но когда мы сталкиваемся непосредственно с какой-то трудной жизненной ситуацией, скажем так, с понятием трудный ребенок, трудный подросток, это все очень индивидуально. Потому что в последнее время у нас действительно участилась такая тенденция, когда сложные, трудные жизненные ситуации, они возникают не только в тех семьях, которые состоят на учетах во всех органах системы профилактики, но также в поле зрения, как отдела опеки, комиссии по делам несовершеннолетних, попадают те семьи, которые, скажем так, очень благополучны. Вообще ребенок, находящийся в трудной жизненной ситуации, это непосредственно те дети, вот сейчас я по критериям расскажу о какие, это ребенок, оставшийся без попечения родителей, это ребенок-инвалид, ребенок, помещенный в госучреждение, сейчас также вот подробно расскажу в связи с чем и как, это ребенок, находящийся в местах лишения свободы, у нас все дети несовершеннолетние, это вот от нуля до 18 лет. Хочется также еще раз немножечко напомнить нашим зрителям, нашим радиослушателям, потому что в последнее время также очень часто стали к нам обращаться непосредственно в орган опеки, когда приходят и говорят, мы хотим поместить в детский дом нашего ребенка. Я отказываюсь от ребенка, ребенок тоже подросток, причем это от 14 до 17 лет. У нас на территории Мирненского района детских домов нет, у нас даже дом малютки закрыт по определенным причинам. У нас есть на территории Мирненского района, это наш центр Харсхал, он с четырех... Это временное пребывание. Да, это временное пребывание ребенка в данном учреждении, когда какие-то проблемы в семье возникли. На сегодняшний период времени у нас вот с начала года, по настоящий период времени вообще в госучреждения были помещены 50 детей. 50 детей, которые... Часть детей у нас до сих пор находится в Харсхале. По определенным причинам мы решаем проблемы в семье. Трудный ребенок, это и трудная жизненная ситуация, она возникает именно в тот период, когда и в тот момент, когда у ребенка начинаются какие-то отклонения в поведении. И вот... В подростковом чаще в возрасте. Вы знаете, даже могут из семи лет, вот начальная, скажем так, стадия взросления ребенка, это когда он пошел в школу, когда у него начинается адаптационный период. Вы знаете, часть детей, которые уже подготовленные, пришли в школу, они вот эту адаптацию проходят как-то попроще, да, поспокойнее, скажем так. Те дети, которые, ну, скажем так, не совсем полностью готовы к школе, это ни читать, ни писать, конечно, у них начинаются... Сложно просто морально, наверное, да? И сложности, и в общении с детьми, и, скажем так, ну, вообще в общении со взрослыми. И если в начальной школе они не так заметны, когда у нас начинается среднее, да, звено, это с пятого класса, вот здесь уже проблема начинает нарастать. Если родители своевременно не увидели эту проблему, не ощутили ее, скажем так, либо просто не придали значения этой проблеме, вот к шестому, к седьмому классу вот здесь начинаются проблемы. Когда ребенок не может донести до взрослых, какие у него проблемы, как внешние, так и внутренние, он начинает что у нас делать? Он начинает... Человаться. Уходить из дома, он начинает пропускать школу. Ну, бунтарство, да? Да, у него снижается вообще вот интерес к учебе. Вот здесь вот два понятия. Трудный ребенок и педагогически запущенный ребенок. Вот если он педагогически запущенный, это еще можно своевременно как-то выправить. Поведение скорректировать. Если, скажем так, он уже перешел в стадию трудного ребенка, вот здесь, и когда он своим поведением, которое выражается, скажем так, в каком-то, ну, в мелком хулиганстве, в бродяжничестве, вот здесь уже намного тяжелее, скажем так, выправить эту ситуацию. Что мы здесь начинаем делать? Вот здесь как раз про помощь, да? Да, вот здесь я уже перехожу к помощи. Значит, в первую очередь, скажем так, выявление таких трудных детей ложатся на плечи. Это школ, наших педагогов. И также, если ребенок еще в детском саду, потому что у нас есть и маленькие дети, которые, скажем так, живут в тех семьях, где есть неблагополучие, ну, которое у нас, естественно, выражается, это в распитии спиртных напитков, где родители не работают. Есть дети, которые, ну, вот, четыре года, пять лет, шесть лет, которые еще в школу не пошли, но еще ходят в детский сад. У нас также есть такие дети, которые начинают уходить из дома, бродяжничать. Пять лет? Да, есть такие. Я не говорю, что это носит массовый характер, но это есть. В первую очередь у нас, когда начинается выявление, да, таких детей, сразу у нас идет сообщение во все органы системы профилактики. Что мы делаем? Сообщение идет как в комиссию по делам несовершеннолетних, в инспекцию по делам несовершеннолетних, ну, естественно, к нам в органы опеки. Первоначально в такую семью выходит инспектор по делам несовершеннолетних. С проверкой, да, сначала? Да. Если выявляется факт нарушения прав ребенка, на данного родителя составляется административный протокол по 5.35. Это ненадлежащее исполнение родителей своих родительских обязанностей. Когда данная семья попадает в комиссию по делам несовершеннолетних, где... А вот можно еще такой дополнительный вопрос, что касается проверки, когда приходит инспектор проверять условия жизни, вот на что он обращает внимание, и какие вот такие важные моменты должны быть. Ну, то есть там питание, да, там, не знаю, какой-то внешний вид квартиры, чистота, да, вот что важно. Да, да. Вы знаете, не всегда питание, скажем так, может соответствовать тому, что родитель полностью уделяет внимание своим детям. Да, естественно, на это обращается внимание, обращается внимание на внешний вид ребенка. Вот я почему начала про школы, потому что неблагополучие, оно сразу видно. Это когда ребенок приходит, начинает опаздывать в школу, он приходит с недосыпом, он приходит голодный. Вот мы одну семью такую выявили, ребенок, педагоги обратили внимание, что ребенок в школе стал, ну, стал хлеб собирать. Ну, то есть, да, он берет хлеб, складывает, и видят, что стал складывать в портфель, и уходит. Раз понаблюду, ну, мало ли. Второй раз, третий раз. После чего педагоги вышли в данную семью, сразу отреагировали, потому что дети же, они же скрывают, они же молчат. Штыдно. Ну, всякие бывают, да, проблемы. Родители защищают, любят, это тоже немаловажный фактор. И когда приехали, сразу вызвали орган опеки. И когда мы туда приехали, было отобрание по 77-й статье Семейного кодекса, и в течение недели мы вышли на ограничение обоих родителей. Ну, то есть, совсем были плохие условия. Там было все плохо, действительно, да. один из родителей в течение месяца злоупотреблял жестко спиртными напитками, вплоть до того, что была вызвана скорая помощь, мама, ну, родитель даже не мог встать с кровати, с постели. Ну, вот, все, понимаете, да, вот такое вот. Это сразу обращается внимание на внешний вид. Если ребенок начинает ходить в грязной одежде... Ну, неухоженность такая, видна, что никто не следит, Да, ну, вот эти вот все факторы, которые складываются воедино, и вот отсюда, естественно, сразу А вот что касается помощи, например, все-таки, да, все мы люди, ситуации бывают абсолютно разные, я так понимаю, что это не всегда... Помощь может быть оказана не всегда, ну, не обязательно это должно быть связано с неблагополучием, да, и также вот хотелось бы узнать, если человек, родитель оказывается в сложной ситуации, да, и ему действительно нужна помощь там, ну, разного плана, вот что нужно делать, куда идти, что писать, да, и какую помощь они могут получить? Во-первых, всегда всем родителям говорим, приходите к нам в администрацию района, 104-й кабинет, мы сидим, ну, скажем так, в одну, два кабинета, но мы сидим в одном помещении. Это комиссия по делам несовершеннолетних и отдел по опеке и попечительству, 104-й кабинет. Когда родитель приходит, да, есть такие родители, которые не справляются со своими детьми. Последнее время участились такие факты, когда дети сидят за компьютерами, то есть нужно четко отслеживать, в каких соцсетях они сидят, чем они занимаются, если спит ли ребенок ночью, потому что многие подростки всю ночь сидят, утром они просто не могут встать. Сразу же выписывается направление психологам, это наш центр доверия, где семью непосредственно, как родителя, так и ребенка, сразу подхватывают специалисты и выявляют, на какой стадии уже, скажем так, нужна помощь, ну, скажем так, начальная стадия, там средняя, либо уже запущенная стадия. Потому что многие родители в разводе находятся, мамочки могут не справиться со своим морально, психологическим состоянием после развода. Дети уходят на второй план, это тоже не есть хорошо, скажем так. Если родители, например, по каким-то причинам необходимо выехать, я про помощь уже говорю, необходимо выехать за пределы республики, ребенка негде оставить на какой-то короткий период времени, они по личному заявлению могут у нас поместить ребенка в наш хорсхал, в госучреждение. Дальше какая помощь? Во-первых, смотрим, нужна ли маме, помимо психологической помощи, нужна ли ей помощь в оформлении каких-либо документов? Может быть, ей нужно на работу устроиться? Может быть, люди, многие не знают, что можно пойти в центр занятости, встать тоже на учет. у нас есть такой вид помощи, как материальная помощь, также пишут заявления, выделяются какие-то средства на помощь. Также подсказываем, очень у многих идет задолженность по квартплате, и не все знают, что можно куда пойти, куда обратиться, чтобы как-то там... Действительно, многие есть. У нас вот, например, одна семья, скажем так, муж умер, но женщина вообще не знала, потому что все было на мужа, то есть полностью был хозяин, и все. Вот мама потерялась в жизни, сильно потерялась. А что касается детей, то есть со взрослыми, понятно, они могут сами прийти в администрацию, узнать подробнее, какая помощь может быть им оказана, а я так понимаю, что достаточно такой большой спектр, и психологическая, и материальная. А вот что касается детей, которые оказались в такой сложной ситуации, например, родители их не слышат, или там находятся в таком состоянии, в котором они в принципе не могут пока там ничего предпринять. А что делать детям? Во-первых, если по всем школам всегда выходят все органы, системы профилактики, и рассказывают детям про их права, скажем так, и куда можно обратиться. У нас вот, например, в этом году 9 подростков по личному заявлению пришли сами в Харасхал, то есть на какой-то определенный период времени. Ну, то есть сказали, что у меня с родителями живется плохо. Да, да, они могут, во-первых, прийти, если там, ну, какое-то насилие, да, например, происходит в семье. Многие же у нас дети проживают с отчимами, где есть недопонимание, вот в этом ракурсе тоже. То есть семья сразу подхватывается, но я говорю, сразу подключаем психологов в таких семьях. все наши дети, все знают, все телефоны в школах, все это лежит, висит. А давайте, наверное, тоже проговорим сейчас номер телефона, что, я думаю, это будет очень полезно. Куда можно позвонить? Да, в отдел опеки 49772 и в комиссию по делам несовершеннолетних 49672. Я думаю, что мы обязательно на экраны тоже выведем номер телефона, чтобы можно было удобно все это себе сохранить. Ну и хотелось бы, в принципе, очень подробно мы сегодня поговорили, хотелось бы, наверное, дать вам слово и, может быть, какие-то слова именно поддержки, да, обращения людям, которые оказались в сложной ситуации, может быть, я думаю, очень многие стесняются, может быть, да, или не знают, как правильно вообще все это сделать. То есть, ну, если, например, люди обращаются, это может быть чем-то чревато, так скажем? Нет. Я, во-первых, хочу сказать, что не надо стесняться не утаивать и не замалчивать о своих проблемах, которые возникают в семье, а наоборот, своевременно и вовремя прийти к специалистам, чтобы мы, скажем так, подсказали, куда идти и что делать. И не надо стесняться. Психологи, это не психиатры, как многие говорят, ой, сейчас вот нас там на учет никто не поставит. Наоборот, поможем и подскажем, куда идти. И, конечно, все мы работаем, как многие говорят, ой, мы работаем, нам некогда. Но надо уделять, хотя бы просто вот пришли, да, с работы все мы устаем, пришли, спросили, поинтересовались у своего ребенка. Поддерживает связь. Да, как он провел этот день, как что. Если ребенок не успевает, и вы, ну, как родитель, понимаете, что вы не можете ему помочь, ну, по каким-то, да, предметам, вот с этого тоже, с малого все начинается, не надо стесняться подходить в школу, педагогам, да, и просить, потому что во всех школах всегда есть какие-то определенные часы, которые выделяются для того, чтобы дети после уроков подошли и... Что-то непонятно, что им помогли. То есть в этом плане вообще не надо стесняться и бояться. Но по итогу у нас всегда один вывод. Обязательно очень важно уделять время своим детям. Да, и как оказалось, что не только вредные привычки мешают, да, построению таких добрых, хороших взаимоотношений, а еще и вот недостаток внимания, потому что это тоже достаточно распространенная проблема, поэтому будем надеяться, что все-таки все это будет у нас уменьшаться. Статистика будет... Кстати, вот вопрос еще, если сравнивать статистику в этом году, количество детей, которые пребывают в центре временного нахождения и в прошлом году. У нас плюс-минус одно и то же или стало лучше, или стало хуже? Вы знаете, в среднем статистика так, плюс-минус, да, но в этом году у нас увеличилось количество детей, которые по личному заявлению... Сами. Ну это как раз-таки, скорее всего, эти детки, которым не хватает дома внимания, и у которых наверняка напряженные отношения с родителем. Чтобы такого не было, я думаю, совет на века всем обязательно уделять время и внимание своим детям. Дина Михайловна, спасибо большое, что пришли, все нам подробно рассказали, я думаю, что обязательно вот сейчас мы подводим итоги, ну еще не совсем итоги, да, но совсем скоро уже к этому будем подходить, и будем надеяться, что в следующем году у нас все это будет заметно и активно уменьшаться. Спасибо. Спасибо, до свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова